Не прошло и неделя, а улицу Пригородную снова затопили нечистоты. Тогда, как и сейчас, из колодцев бьют фонтаны, а по улице бегут реки. 25 июля жители домов по улице Пригородная вздохнули с облегчением. Насосную станцию запустили. Оставалось только ждать откачки воды и просушки помещений. Однако облегчение было недолгим. Уже через сутки ситуация повторилась. А мечи увидели знакомые фонтаны из нечистот и почувствовали зловоние. Фонтан из колодца и правда стал больше, как и лужи. Чтобы дорогу не затопило, жители положили мешки с песком. Однако самодельная дамба ситуацию не спасает. Нечистоты все равно бегут на единственную сухую тропинку. А рядом с домом номер 21 и вовсе образовался провал. С каждым днем становится больше. Как вы видите, у нас ничего не меняется. Все продолжает течь. Канализация у нас продолжает пахнуть. Все это спускается в ртыш. Лучше ситуация не становится. Все нечистоты стекают в ливневую канализацию. А оттуда прямо в ртыш. Вместе с водой в реку попадает мусор. По мнению жителей, это настоящая экологическая катастрофа. Катастрофа и в квартирах. Всюду зловоние. Такая, в кавычках, ароматерапия угрожает здоровью. Боятся омичи и пить воду из крана. Она будто тоже пахнет канализацией. Мы вновь обратились за комментарием в Омскводоканал. Запуск канализационной насосной станции на улице Пригородной в числе приоритетных. 29 июля поменяли насос на станции. 30 и 31 июля проводим работы по восстановлению работоспособности насосной станции. Параллельно перекачиваем сточные воды. На месте действительно работают специалисты. Правда, пока перекачивание сточных вод не помогает. Лужи не становятся меньше. Завершить работу на Пригородной планируют до 2 августа.